всем привет сегодня я хочу рассказать вам нашу историю покупки квартиры дистанционно мы ее купили в городе курорте анапа покупали мы находясь в москве даже если быть точнее то находясь на даче покупали официально через застройщиков новостройки на стадии строительства на самом деле покупка квартиры на море это была наша давняя мечта с мужем чтобы приезжать отдыхать может быть даже в будущем когда ребенок уже будет большой самостоятельный переехать сюда на пмж первый раз когда я приехал в анапу это если я не ошибаюсь был девяносто четвертый год приехал с родителями отдыхать это была моя первая поездка потом а приезжала сюда в 2001 году потом когда родилась дочка когда я была полтора года мы уже приехали сюда всей семьей конечно тут нам безумно нравится и вот уже на протяжении трех или четырех лет мы каждый год едем сюда отдыхать к сожалению в прошлом году не удалось вообще выбраться на море так как сами понимаете год был крайне тяжелым пандемия карантин но несмотря на это в прошлом году летом мы осуществили свою мечту купив тут квартиру возвращаясь к покупке скажу что никакого опыта приобретения дистанционно жилья у нас до этого не было и перестраховавшись мы наняли своего юриста чтобы он почитал договор проверил частоту сделки и помог нам ее провести из москвы оглядываясь назад скажу что сейчас бы мы скорее всего не стали его нанимать а сделали все сами так как ничего сложного в данной процедуре как нам тогда казалось нет вот сейчас вот видео подбиралась семейного архива своего как мы кормим на закате чаек я дочка папа то по моему трехлетней давности видео но все равно такая ностальгия такие воспоминания прям хочется поскорее очутиться на море так я не буду вдаваться конечно в подробности как мы мучительно выбирали квартиру я думаю что все те кто когда-то с этим сталкивая сталкивались это знают вот в итоге мы остановились выбрали позвонили менеджеру обговорили нюансы забронировали и менеджер нам направил счет на оплату этого бронирования там у них бронь была платная потому что сам договор готовился где-то недели две и как они нам сказали что они держат за нами эту квартиру и эта сумма является как гарантия сделки если бы мы отказались то и ее не возвратили а так она пошла в счет оформления договора то есть на эту сумму была уменьшена стоимость квартиры оформление было через электронную подпись нам необходимо было со своей страны ее сделать делали мы ее в сбербанке у застройщика она уже была оформление было через дом клик что на мой взгляд вот какой-то была дополнительной страховкой проверка безопасности этой сделки поэтому я повторюсь что может быть юрист был бы и не нужен на тот момент мы всех нюансов и тонкостей не знали организации проведения сделки занимался менеджер сбербанке в назначенное время в назначенную дату мы приехали на эту сделку она проверила что перед ней сидят реальные участники и после этого произошло подписание документов после этого она направила все документы на регистрацию в росреестр это все происходило в электронном виде и заняло по времени у нас где-то полтора-два часа в течение недели росреестр эту сделку зарегистрировал и после этого нам пришло подтверждение что все зарегистрировано и мы можем платить в течение трех дней мы должны были произвести оплату согласно договору то есть как видите деньги мы платили только после того как росреестр проверил все документы наши застройщика и уже после регистрации произошла оплата только после регистрации кроме предоплата за бронь мы больше ничего заранее не платили поэтому хочу сказать что ничего сложного сверхъестественного в покупке удаленно можно быть так другим словом сказать дистанционно нету но опять же это в нашем случае мы покупали через застройщика и если бы это была вторичка там конечно может быть тяжелее провести это все дистанционно может быть какие-то свои нюансы какие-то свои подводные камни ну вот я поделилась своим опытом надеюсь может быть это было кому-то полезно спасибо что посмотрели видео если остались вопросы обязательно задавайте я буду я постараюсь ответить в комментариях когда я выбирала это видео для этого ролика нашла из мирного архива на свое размышление наткнулась по поводу квартиры на море это было года три назад я еще тогда даже не планировал и не думала просто шла и размышляла вот сейчас вам ставлю кусочек если кому-то интересно всем спасибо за просмотр и всем пока-пока немножко ветрено вообще супер здорово здесь воздух соленый буду целый год вспоминать скучать не хочется отсюда езжать здорово вот бы здесь жить ну конечно не стоп прям вот жить а вот купить квартиру на на море приехать например сюда в мае когда никого нету еще туристов и остаться до сентября а потом обратно в Москву здорово иметь квартиру на море мне кажется это неплохая идея тем более тут всегда солнышко в Москве уже солнца нету в Москве вообще сейчас холодно и дождик идет хотя говорят бак дилет наступает надеюсь мы приедем не совсем в холодную Москву и застанем немножечко бак дилетом но вот я сейчас иду море теплое погода хорошая тут должен быть релакс Субтитры сделал DimaTorzok